Всем привет, мои куколки, красотки, красавицы, ну и, конечно же, красавцы, куда же без вас. Меня зовут Алена, и я очень рада видеть именно тебя на своем канале. В сегодняшнем видео, лично для меня долгожданное, потому что лично, 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 два раза сказала, но я думаю, вы понимаете, про что я говорю. Я очень люблю эту рубрику и снимать, и подготавливать, и смотреть. В общем, как вы поняли, по названию ролика речь пойдет о крутой бюджетной косметике. Если вас интересует данная тема, и вы любите подобного рода ролики, то обязательно оставайтесь со мной. Как видите, за окном пение птиц. Я надеюсь, оно вас не будет отвлекать, наоборот, подарит вам позитивное настроение. Но перед началом этого видеоролика у меня к вам убедительная просьба поставить лайк данному видео, нажать кнопочку поделиться, не нужно никуда отправлять данный видеоролик, просто тем самым вы поможете в развитии канала. Также пишите комментарии, и, в общем, мы приступаем. Первое, о чем бы я хотела с вами поговорить, это, наверное, не косметика, а именно средства для дома. Это для меня открытие, оно бюджетное, классное, и может вам заменить спокойно огромное количество ваших бытовых средств. А речь пойдет об нашатырном спирте. Вот так вот выглядит обычный классический нашатырный спирт. Я его покупала за 60-70 рублей, то ли 68, девчонки, точно не помню, то ли 70 с чем-то, может 74, не суть. До 100 рублей. Вы можете спокойно найти его абсолютно в любых магазинах. Это я брала в светофоре. До 100 рублей стоит. И для чего его используют? На шатырный спирт добавляется где-то один колпачок, вот такой колпачок, на литр воды. То есть, соответственно, 5 колпачков на 5 литров, разводится с водой, и, девчонки, шикарно отмывается жир, грязь, моются окна, без разводов, без всего абсолютно дезинфицируется поверхность. И при этом я очень довольна этим средством. Оно просто обалденевшее. Нитрализуются неприятные запахи, например, в шкафах еще где-то. Я, в общем, как видите, израсходовала его больше полуфлакона, полуфлакона, да. И осталась довольна. Этот лайфхак с нашатырным спиртом открыла моя мама. Но я знаю, что во многих больницах и в аптеках протирают столы, по-моему, насколько я знаю, столы, полки. В общем, много где используют именно нашатырный спирт с водой. И для уборки это очень крутая вещь. Обязательно присмотритесь, если еще не пробовали. Да, очень такой едкий аромат, неприятный. Но, тем не менее, меня, вы знаете, потом принюхиваешься нормально. Хотя раньше меня прям отталкивало. Ладно, поехали дальше. Давайте перейдем, наверное, к лицу. Я взяла в фикс-прайсе две новинки от Камей. Тоник. Вот такой манюня. И мицеллярная водичка. Давайте начнем с мицеллярной водичкой. Я ей меньше пользовалась. Но, тем не менее, я могу сказать, что она прекрасно справляется со своей задачей. Мицеллярная вода от Камей для всех типов кожи снимает макияж, увлажняет с экстрактом пиона. 79 рублей. Она стоит, продается в фикс-прайсе, объем 100 миллилитров. Вам не кажется, что это немножечко похоже на чистую линию? Что-то плюс-минус есть такое. Вот упаковка так один в один. Так, смотрите, по эффекту этот тоник, ой, не тоник, а мицеллярная вода, она абсолютно не вызвала никакого раздражения, аллергии, ничего. Хорошо снимает макияж с лица, с глаз я не пробовала, потому что на глазах я не ношу сейчас ничего. Абсолютно. То есть у меня есть ресницы и хорош. Потому что жара, ну, как бы, что мазаться просто так? Это два. Помаду снимает хорошо, даже вот такую вот матовую. Хорошая базовая мицеллярная вода. Справилась отлично, посоветовать, попробовать могу. И тоник. Тоник, конечно, я под... Прямо подустрепала, вот так. И сейчас у меня пять, что ли, разных тоников в использовании. А что я вру пять? Раз, два, три. Три у меня, это четвертый. Ну, плюс-минус пять. Тоже мягко очищает, питает, освежает. С экстрактом пиона вот такой вот тоник. Камей. Тоже такой пузатик, похож на чистую линию. Тут написано, что с витамином В3, с пантенолом. В общем, хороший тоник. Липкости нет. Жирности никакой не вызвал у меня. Если что, у меня жирная такая проблемная кожа. Прыщей тоже. Хорошо протонизировал, легкий. А что еще нужно? Ну, конечно, смотрите, каких-то супер улучшений, как вот, например, от КДА я вижу, да, я не увидела, чтобы прям как-то кожа лучше стала выглядеть. Но просто как обычный, нормальный, базовый тоник, почему бы и нет. Я, в принципе, из-за этого и включила его в крутую бюджетную косметику. Дальше. Дальше у нас два продукта, даже не два, а потом три будет. Два продукта от Avon. Для меня это открытие, потому что я попробовала и мне очень понравилось. Девчонки, на Avon ссылку на регистрацию в команду моей подруги Юли я вам всегда оставлю в описании. Пройдете, зарегистрируетесь и будете заказывать, как я для себя. Юлия очень классный консультант, она всегда вам поможет, подскажет, если есть трудности с оформлением заказа, она вам тоже подскажет, поэтому очень вам советую к ней вступить в ее команду. Итак, два крема. Два крема из недавнего заказа. Я обожаю, на самом деле, их маски, Avon Care. И тут я решила попробовать крем. Думаю, если маски классные, то почему бы к кремам не обратиться, не посмотреть, как они будут работать. Это у нас Avon Care, тройной уход, увлажняющий крем, гель для кожи, для жирной кожи, 3 в 1, увлажнение, мотирование, защита, вот такой. По текстуре, по текстуре, он такой вот, знаете, не гель, сейчас вам показать. Он не гель больше, а именно крем. Вот, раз, крем, а потом такой вот гель. Но при этом вот текстура полукрема, полугеля. Не прям легкая-легкая, но вот поплотни немножечко. Могу сказать так, впитывается быстро. Аромат точно такой же, как у маски очищающей, вот такой же Avon Care. Такой травянисто-косметически сладковатый, что-то вот такое. По поводу эффекта, вот он впитался. Он хорошо ведет себя на жирной коже, не вызывает прыщей. Нету излишней жирности на лице. Знаете, когда есть, особенно в жару, наносишь крем, да, какой-то, даже там без тоналки. Фигась, через 10 минут у тебя уже какой-то жирный блеск активный. То есть вот такой вот очень тяжелый крем, который переутяжеляет кожу, и вследствие вот этот жирный блеск выделяется. Тут нет, тут он впитался. Вот, все, он впитался, пока я тут болтала. И вообще прекрасный, если не смущает одушка, одушка очень яркая, но если вас это не смущает, порекомендовать попробовать могу. Хороший базовый крем, 100 мл, хватит вам его надолго. Мне понравилось, с удовольствием его доиспользую. На лето мне его хватит вот так за глаза. Мало того, что он и нежирный, при этом он регулирует работу сальных желез, то есть лицо в течение дня не такое жирное. И плюс еще он хорошо увлажняет. Если тип кожи жирный, это не значит, что ее увлажнять не нужно. Понимаете, поэтому я осталась им прям довольна. И вот этот крем, он у нас идет ночной. Ночной крем для лица с церамидами. Вот так выглядит. Тут немножечко другая история, более плотная. Да, вот, сейчас я покажу вот так. И саму текстуру крема. Подушки, она менее яркая, но по текстуре, несмотря на то, что это более плотный ночной уход, она не менее легкая текстура. Быстро впитывается, также хорошо впитывается. Отдушка менее яркая, как я и сказала, но она есть такая сладковатая, сладковатая и кисловатая. И по поводу экономичный расход. Кстати, у этих двух средств очень экономичный расход. Мне прям понравились действительно кремы. Как ночной уход, шикарно. С утра встаем, у меня ни шелушинок, ничего. Хороший базовый уход. Конечно, он может быть, если у вас супер жирная кожа, вам тяжеловат. Но это ночной уход, имейте в виду. Если у вас кожа нормальная, склонная к сухости, сухая, вам подойдет 100%. Хороший крем. Вообще, прям, Эйвен молодцы. Сделали просто два обалденевших продукта. Помимо того, что у них маски очень классные. Ладно, раз уж я заговорила про еще один продукт, по-моему, я про него не рассказывала в крутой бюджетной косметике. Это румяна. Часто у меня во влогах спрашивали про эти румяна, что за цвет и так далее. Они у меня сейчас находятся на лице. Я их просто обожаю. Знаете почему? Потому что они дарят такой вот эффект, как будто тебя чуть-чуть припекло солнце. Такой вот румянец какой-то такой вот естественно летний. Потому что там вот эти вот шарики, вот так выглядят эти румяна. Это новинка тоже Эйвен. Оттеночек Варум называется. Вот оттеночек. Скриньте, если вам нужно. Спрашивали. А не помню, по-моему, там в двух оттенках. Более золотой и вот этот розовый. Их, конечно, меньше стало, чем было до. Но их хватит до конца жизни. И причем не только вашей конца жизни. До конца жизни ваших внуков. Потому что, смотрите, у них в составе идут такие вот бежевые шарики, персиковые и розовые. Сочетание вот этих трех оттенков дает вот такой вот цвет. Очень красивый оттенок. И они очень красиво ложатся. То есть, похоже они, знаете, на что они похожи? Ой, есть какие-то румяна в люксовом сегменте. Есть такие румяна. Они вообще, люксовые румяна, они все малопигментированные. И дают именно вот такой вот эффект. Конечно, можно и с ними сделать матрешку. Но вот если сравнивать более дешевые румяна, вот прям вот такие вот китайские с Алиэкспресса. Китайские, они более такие меловые. И в них пигмента больше. Вот такие румяна больше в когтей не можно использовать. А вот эти, они больше для вот такого румянца. Знаете, я слегка больше поспала, чем нужно. И так далее, и там подобное. В общем, румяна классные. Тоже порекомендовать могу. Вот, пожалуйста, их каждый день ношу. Счастье, что у меня и в палетке смешбокс классные румяна. Такие терракотовые. Но вот эти мне прям на лето очень зашли. Дальше один продукт у меня здесь идет для тела. Это моя недавняя находка. Это гарнир боди. Тающее молочко для тела. Магнит косметик, оно стоит 300 рублей, девчонки. 360, вот до 400. По акции. Так, я знаю, что на Валбрис вообще что-то там 800-900. Я такая думаю, вы че? В общем, если захотите попробуйте, ищите где-то вот в таких вот магазинах. Типа магнит косметик, лента и так далее. Тающее молочко для тела. Уложение до 7 дней. Бифидокомплекс плюс алоэ вера увлажняет. Для нормальной кожи быстро впитывается. Согласна со всем пунктам. Обалденнейшее молочко. Приятно пахнет. Шикарная текстура. Кстати, текстура у него очень похожа на крем Эйвен. Вот этот вот для жирной кожи. Вот прям такая же. Только тут отдушка такая, знаете. Ой, какая же она. Блин, мне напоминает она огурец. Что-то такая приятненькая. И по текстуре. Это вот видите, такой же легкий продукт. Вот он раз и впитался. Если переборщите, то может быть такая пленка. Поэтому его нужно знать дозировку этого молочка для тела. А так вот если чуть-чуть наносите, распределите. Моментально впитывается. Я из души не успеваю выходить. А оно уже впиталось. То есть можно спокойно одеваться. Самое то на лето. Если любите, то присмотритесь к нему. Я вот что-то искала такое легкое. Потому что на вечер я люблю поплотнее. А на лето, на утро что-то такое легкое. Хотела, чтобы быстро раз-раз и оделся. Если я ничего не наношу, девчонки, у меня моментально шелушатся ноги. Я не знаю, почему у меня такая особенность кожи. Поэтому я искала легкий лосьон. Вот это молочко посоветовать могу. Я знаю, что мы с девчонками в телеграм это обсуждали. Подписывайтесь на мой телеграм. Я ссылочку оставлю в описании на него. Мы с девчонками обсуждали, что у них одушки действительно у гарнир классные. И у многих там с персиком я смотрела. Еще с чем-то. Ну, в общем, классно действительно. Дальше. У нас с вами идут волосики. Мальбим волосики. В общем, недавняя для меня находка, открытие. Мне безумно зашла вот эта линейка средств. Я показывала во влоге. От бренда Хельди. Если я правильно произношу. Покупала на Валберес. Набор мне обошелся в 660 рублей. Отдельно можно купить шампунь за 250, что ли. Он продается. Ну, в общем, набором даже дороже. Но если там, по-моему, бальзама не было в наличии, пришлось брать набор. Хорошо, ладно. По литру идут шампунь и бальзам. 600 рублей. Я считаю, это очень выгодно, если учесть, что сейчас за 300 рублей 207 литров шампуня в магазинах продается. Ну, это ладно. Мне 207 литров вообще не хватает. Моментально этот писюлик заканчивается. И ты думаешь, ой, опять шампунь покупать. Ой, опять шампунь покупать. Ладно, возьму литр и не буду париться. Единственное, что дозаторов таких помп нет. Ну, ладно, как бы, окей. Мне безумно понравился оттенок, цветовое решение, дизайн. Посмотрите, как они классно смотрятся. На полках смотрится вообще огонь. И плюс еще у меня глаз радуется каждый раз, когда я на них смотрю. Это первый момент. Давайте начнем с шампуня. Шампунь для волос восстановления и придания объема. Я не понимаю, почему вот эти два момента сошлись. То есть восстановление и придание объема. Потому что, когда волос чуть-чуть становится объемным, вообще все шампуни для придания объема, они рассчитаны для жирной кожи головы, чтобы вы знали. Поэтому, в принципе, они чуть подсушивают. Из-за этого волос становится жестче и объем. Я думаю, вы поняли. И я не поняла сейчас, как это восстановление и объем. Ладно, попробую. Он прозрачный. У него безумно приятный аромат. Такой вот. Что-то вот похоже. У меня что-то в аромабоксах попадалось. Какой-то такой парфюм. Короче, будем называть его парфюмерный аромат. Конечно, может не всем понравится. Прекрасно понимаем, что это все такой вот момент. Что-то нравится, что-то не нравится. Темы разные. Ладно. Хорошо очищает волосы до скрипа. Но при этом не пересушивает. Что самое интересное. Объем действительно дает. И если у вас есть легкое раздражение кожи головы, у меня бывает. Вот прям не знаю, почему, но бывает. Потому что вода, смена воды идет. И плюс еще от жары у меня сильно кожа головы начинает прям вот зудеть. При этом у меня нет перхоти. Вот он снял мне весь зуд. У меня вообще ничего не зудит. Прекрасно, шикарно. И с ним кожа головы намного... Ну, не намного. У меня, в принципе, каждый день голову мою. Я просто через день голову мою. Посвежее. Продлевает свежесть кожи головы. Это что касается шампуня. Безумно понравился. Тут и депантенол, и аллергенин, и кейка. Я в это не верю. Короче, для меня самое главное, моет, не пересушивает. И как бы окей. По поводу кондиционера. Вы знаете, не возлагала надежду. Думаю, ну шампунь и кондер. Я уже сто лет так не люблю мыть голову. Мне нравится, чтобы маска была. Думаю, ладно, протестирую. Чтобы и шампунь, и кондиционер. А то как же ты... Ну, какое-то впечатление будет у тебя сложено о том или ином продукте. Чтоб сложил впечатление. Вы поняли, да, про что я говорю? Девчонки. Он за минуту так хорошо распутывает волосы. Несмотря на то, что он... Слышите, жидкий? Несмотря на это, он хорошо их распутывает волосы. Увлажняет, и они очень послушные. Если у вас не сильно перепаленные волосы, если у вас просто суховатые, склонные к сухости, окрашенные, присмотритесь к этой линейке. Вам ее и больше ничего не надо. Мне понравилось. Правда. Поэтому советую. Так, ссылку на них я тоже оставлю. Где я покупала, наверное, на Лоберс собрала. И последний продукт. Я долго думала, включать ли его в крутую бюджетную косметику. Знаете почему? Потому что, в принципе, в перерасчете, получается, за 100 миллилитров этой маски идет 150 рублей. Тут один литр. Но при этом, это одна из бюджетнейших масок, липидных масок, профессионального применения. Сейчас расскажу. Поэтому я, в принципе, включила. Захотите, послушайте про эту маску. Подумайте, нужна она вам или нет. Не захотите, как бы окей. В общем, это у нас недавнее мое приобретение. Это Constant Delight. Маска липидная. Instant Repair для волос с пантенолом. Приколы в том, что липиды, я когда ходила милироваться к своей знакомой, вот так, можете скринни, к своему мастеру, к своему прихмахеру, в общем, и к своей знакомой параллельно, как бы мы с ней раньше работали. Она, в общем, рассказывала мне про липиды. Она постоянно у меня липиды, липиды, липиды. Я говорю, Ир, да где я тебе эти липиды-то найду? Я весь интернет прошерстила, все посмотрела. Вот ничего не могу найти. Она говорит, Алена, если ты когда-нибудь найдешь, липиды, попробуй их для своих волос. Ты поймешь, почему я тебе толдычу постоянно про них. Девчонки, я нашла. У нас в Хитеке продаются, но есть и на маркетплейсах. Поищите и почитайте отзывы. Там тоже они неоднозначные. И скажу так, это не силикон. Это не силиконистый продукт. Это больше направлено на восстановление именно в структуру волоса. Но восстановление, опять же, мы все раз понимаем, что волос восстановить невозможно. Просто это более такое глубокое увлажнение. Как мне кажется, липиды работают именно направлено на вот эту функцию. Более глубокое увлажнение волоса изнутри. Вот для этих целей нужны липиды. Но это я поняла, опять же, в теории. Сколько читала информацию, вот это, наверное, я бы все поняла. А так, если силикон, силикон это такой более визуальный эффект, когда ваш волос обволакивается пленочкой. Эта пленочка сдерживает влагу, и тем самым у вас волос блестит и мягкий. А это другая история. Поэтому, если вы любитель, ярый любитель силиконов, это, возможно, вам не подойдет. Вам покажется, что он какой-то, ну, не такой продукт. Если вы хотите ее попробовать как липиды, как я это делаю, то ждите накопительного эффекта. Потому что он, именно этот продукт, работает на накопительный эффект. Вот я попробовала раз, я попробовала два, я попробовала три. И на третий раз у меня эта маска сработала в разы лучше, чем на первый. Хотя первый раз сработала тоже очень хорошо. И направлена именно на увлажнение. Единственное, что у меня тут нет шапочки, термошапочки. Если бы я прогрела термошапочкой и зафиналила бальзамом, как я это делаю всегда кондиционером, то бы работала намного лучше. Любые маски, особенно не силиконовые, силиконистые, лучше закрывать бальзам. Но я хотела протестировать именно в индивидуальном исполнении. Так что вещь интересная, вещь нужная, как мне кажется. Особенно летом. Летом очень сильно пересыхают волосы. По текстуре вот такая она. Она жидковата, но и не сильно. По аромату это такой вот проф. Проф так весь пахнет. И мне кажется, мне кажется, от нее толки будут. Поэтому я, в принципе, вам ее и советую попробовать. Тут написано, что только для профессионального применения. Ксюзин для салона красоты. Нанесите на влажные волосы массажными движениями. Оставить на 5-10 минут до воздействия. С протеинными шелком, маслом миндаля. Укреплять, питает волосы изнутри. Как я и сказала. Хотя я это не читала. Я прочитала 5-10 минут. Окей. Обычно я маски минут по 30 держу. Слушай, знаешь, как бы дурово. Надо выжать все. И это, ты каждую копейку мне отработаешь. И поэтому я вот по впечатлениям. А тут вот производитель указал. Так что идем в правильном направлении. Липиды очень интересная вещь. Ну вот и все, мои куколки. Вот такая у нас была подборка крутой бюджетной косметики. Я вам обо всем рассказала. Все показала. Я надеюсь, этот ролик был для вас интересен и супер полезен. Если же это так, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Жду вас в своей группе в Телеграм. И что, до скорой встречи. Целую в плечи. Пока-пока. Вообще-то это Телеграм-канал, а не группа. Какая у тебя группа? Группа крови, что ли? В общем, в Телеграм-канале вас жду. Пока.